всем привет привет мы сейчас машине мы едем в старый город и мы хотим еще там найти какую-то кафешку поесть да покушать потому что а кстати у нас сегодня был такой завтрак прикольный мы сенка кушали помните мы вчера купили такой пирог кстати хочется заметить что в польше просто нереальное количество кафешек и это не может не радовать потому что мы например зимой любители посидеть в кафешке особенно если там вот именно знаете вот прикольный интерьер классное меню интересненько все думаю вообще все так любят в отличие кстати от испанцев и вообще испании в испании очень мало таких именно стильных кафешек потому что в испании как они ходят в свои старые места то есть они там всю жизнь еще бабушка с дедушкой с ними ходили там с этими испанцами в это кафе и они его дальше в него постоянно продолжают ходить и ничего не меняют может там не знаю это редкость чтобы испанец пошел какой-то фактор он не знает и поэтому там как бы все стоит на месте ничего не развивается но вот в польше в украине мне очень нравится такая культура потому что здесь постоянно что-то меняется и люди не боятся экспериментировать вот а так и происходит развитие а Представляете, здесь запрещено законом вложить черепицу на эти здания, потому что она будет смотреться не так красиво. Мы на главной площади города, которая называется Площадь Рынок, прям как во Львове нашем родном. Да, нас на самом деле здесь особо не удивишь, но все равно красиво, очень миленько. Очень-очень похоже на Львов, просто нереально похоже, ну это понятно. Даже центральная улица называется Площадь Рынок, как и во Львове. Заехали в Ашанг, чтобы по традиции нашей купить продукты себе в другую страну, домой. Потому что на самом деле это очень рационально в нашем случае, потому что завтра мы приедем поздно, мы будем уставшие, нам будет лень ехать, купать в супермаркет, покупать продукты. А так мы возьмем все с собой, еще и пользователи. Попробуем. Вот, мы набрали кучу. В общем, вот эта кучка, это наша общая со Стасом. Вот, вот это, это наш мешочек. Я показывала, что мы брали, только Дима еще взял Seven Days. Вот, а это на сегодня мальчики будут пить. Да, мы купили косичку, очень прикольная. Такой свежий сыр косички я никогда не ела. К нам приехала Настя, это Бодина девушка. Вот, и в общем-то, это одна из наших подруг. И сейчас мы идем в очень классное место, которое называется... Несли комплимент, который называется Смалец. Это сало, это масло, это огурцы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Быстрее, быстрее, это же огурцы. Очень вкусно, нереально. Скажи. Вообще сырое мясо оказывается очень вкусно. Все, теперь мясо не жарим. Бодя заказал себе борщ. В общем, борщ в Польше, это не то, что в Украине называют борщом. Это просто вареный буряк, вот это бульон с буряка, и к нему подается картошка с начинкой. То есть, ну вот, собственно, и борщ. Я ем суп журик, правильно? Журик. Здесь, в общем, есть яйцо, потом соленые огурчики, потом... Копченая колбаска. И... Картошечка. Все, больше я ничего пока не нашел. Потому что меню это называется просто суп дня. Но так как ребята знают, что это журик, они мне объяснят. И это вареная говядина с соусом. Дима взял себе запеченное мясо с грибами и с соусом. У меня очень-очень мягкая говядина. Она настолько разварена, что просто вот тает. Мы покушали, и было, как всегда, очень вкусно, но очень-очень много. Да, порция огромная. Я даже забрала с собой свою говядину. Мы здесь сидим уже часа три. Не потому что нам здесь прямо так сильно нравится, а потому что здесь были огромные порции, мы все-таки доедали. Но здесь нам тоже очень нравится. Да, здесь классно. Здесь правда классно. Мы дома и ложимся отдыхать. Мы завтра утром в 9 часов выезжаем. Мы едем в Ригу. Наконец-то будем заселяться в нашу квартиру, которую мы уже забронировали. И будем обустраивать все. Потому что в понедельник нам в универ. Нам нужно как-то так все сделать, организовать, чтобы мы и отдохнули, и нормальными были, и все сделали. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok